Сейчас сосредоточимся еще на одном громком деле этой недели. Битва между антикоррупционерами. То ли Холодницкий против всех, то ли все против Холодницкого. Политики наблюдали за ссорой НАБУ и САП с нескрываемым удовольствием. Кому из них придется уступить и чего ждать дальше? Ответы у Елены Зориной. Аквариумный скандал в кабинете главного антикоррупционного прокурора. И новые подробности. Будет ли громкая отставка Назара Холодницкого? И почему рыбы наконец заговорили? В начале этой недели главный фигурант дела Назар Холодницкий идет на допрос. Участвовать в следственных действиях, в частности давать образец своего голоса для экспертизы, отказывается, но требует замены следователей. Который департамент есть фигурантом, фактически, у трех проведения САП и НАБУ. Поэтому мне не доводится рассчитывать на объективное следствие. Поэтому я ждем решения по измене следователей, прокуроров департамента, который расследует это проведение. Обещают просить об отстранении должности, но уходить сам не спешит. Позже НАБУ приоткрывает тайну аквариумных пленок. Публикуют часть разговоров из кабинета Холодницкого. Там звучат известные голоса и упоминаются громкие имена министров, мэров, застройщиков и даже одного из нардепов. Вот он, один из участников этого разговора, нардеп Георгий Лагвинский. Журналистов убеждает, слова на пленках вырваны из контекста. У нас был обычный разговор. Когда идет фраза, то, что я сейчас слышал, там же о том, что я всю справу не закрою, это идет обращение правозащитников, не мое. То ли для оправданий, то ли для отчета. В среду депутаты вызывают на ковер обоих руководителей антикоррупционных ведомств. Директора НАБУ и главного антикоррупционного прокурора. Сытник и Холодницкий хоть и садятся рядом, но даже не смотрят друг на друга. Первым берет слово руководитель САП, говорит более чем лаконично. Больше времени оставляет на вопрос. Чи подтверждаете вы смест тих поведомлений, которые были оприлюднены вчера в ночи? И кого вы видите наступником на вашем месте после того, как расследование может достигнуть своего завершения? Пане Лещенко, я наступником, я вижу вас. Я был против, что какая-то аналитическая доведка заменила проведение по вашей квартире за 350 тысяч долларов. Это проведение зарегистровано. Я ждем от органов следствия, чем оно закончится. Потому что анализ доходов и выдаций не позволяет вам купить квартиру в центре Киева. Но позже говорить о пленках. А вот руководитель НАБУ убеждает, ничего личного, да и конфликта между ведомствами нет. И как бы там ни было, борьба с коррупцией не останавливается. Но депутаты выступлениями главных борцов с коррупцией остаются недовольны. Мы вас поставили чистить страну, а вы не можете почистить собственные аквареумы? Про кукарекали, против одного, против другого, против третьего порушили справу. А потом рассказывают, то суды заважают, то плохому танцору что-то заважают. Шукает, где кого можно на гачок взять, красиво записать, девчину подкласти, напоить, а потом показывать нам это все по телебачению. А еще против, бажано против народного депутата. Но об отставке речь не ведут. Это не компетенция парламента. С тем и расходятся. Аквариумная история продолжается.